Первый день, когда у нас пара. Приехала, взяла кофе, сходила на одну пару. Всем привет, это дата. А сегодня 2 сентября. И это первый день, когда у нас пара, то есть у нас одна пара по корпоративным финансам. Сейчас мы выходим из общежития. Всем привет, друзья. Мы приехали в университет, и тут просто очень новый день. И мне уже не нравится, я расстроена. Итак, всем привет. Я сходила на свою единственную пару, сейчас хочу пойти в библиотеку. Сейчас хочу пойти в библиотеку, что-то вот законспектировать, потому что я решила, что я хочу полностью все конспектировать. У меня прям, я покажу свои розовые констовары, я прям так super excited about this school. А, да, super excited. Yes, I'm so excited. So excited. Вот, хочу показать вам свой урок. Такой вот жакетик. Боди, шертики, спошки, смешки. В общем, мы вышли из университета. Ваня не смеется, потому что история. Он весь день говорил о том, что хочет встретить какого-то своего друга, и в итоге мы сейчас идем на улице, и он его встретил. И он очень довольный из-за этого просто. Вот. Мы сейчас идем, зайдем в перекресток, купим всякие продукты для ужина. И вот такой вот учебный день получился. Получается, приехала, взяла кофе, сходила на одну пару, потом немного позанималась в библиотеке. Вот, такой вот в стадии лайфхак. Я сидела на лекции, мне вот, когда я пишу, я действительно лучше запоминаю. И я сидела на лекции, не все успела записать. И вот сейчас сразу, пока было время, я села и все законспектировала. И надеюсь, это поможет мне в будущем. В общем, такая вот учебная пятница вышла. Всем привет! Сегодня уже воскресенье. И сейчас мы идем на сегодня вроде мероприятия от нашего университета, от РЭШ. Нес велкам пати. И сегодня в Москве какой-то белый забег. И тут просто все с великами. Мы идем пешком. Просто посмотрите, вот тут все люди просто на великах. Просто вот там, вот там, все с великами. Ваня без велика. А я взяла кофе. Чтобы вы понимали, тут столько велосипедов, поездов, которые на нас останавливаются там. И там просто бездельно велосипедов. Поэтому мы сейчас поедем на другом поезде. И пересядем дальше. Хотя мы едем не в нужную нам сторону. Ваня, он же недовольный просто стоит. Ваня есть очень, но там можно. Итак, всем привет! Мы приехали на передная свалком пати. Вот посмотрите, какая тут локация. Ну, вообще, на самом деле, очень-очень такая холодная, неприятная погода просто. Короче, мы ушли на свалком пати, пошли в торговый центр. Мы ничего не купили, расстроились и пошли в Starbucks. То есть, не в Starbucks Coffee. Ваня сейчас будет пробовать, да, пробую реакции. Вкусный? Ну, все было бы. Да, у меня тоже это мой любимый напиток тут. Вкуснее, чем мачо. Ну, конечно. Привет! А сегодня, кстати, безумно теплая погода. И я поэтому в Кожанке в Лейдинсах. Наверное, потому что я решила не цвитит. Потому что пойду домой, скорее всего, когда будет поздно. Вот, сейчас приеду на пары. Сегодня весь день сидела дома, делала домашку и прям нормально продвинулась. Сделала почти три номера из четырех. Дедлайн в пятницу, сегодня вторник. Так что, proud of myself. Сейчас еще немного покажу вам, как выглядит станция данцома. Кстати, сегодня накрасилась достаточно светлым карандашом для куб, что для меня очень непривычно. Потому что обычно я пользуюсь. Либо урбандики, не помню оттенок, короче, достаточно темный. Либо урания, это такой розовый, но тоже достаточно темный. А это прям такой светло-розовый. Я не знаю, нравится мне или нет. В общем, я заехала в океане, потому что пересадка на славянском. Мне нужно купить крем для лица увлажняющего. У меня закончился год. Зашла в очень демо, у меня нет времени померить. Но там очень много джинс классных. Одни мне вообще понравились. Хочу потом, как закончу, с этой домашкой вернуться и посмотреть, как там померить. Можешь писать, потому что в наше время джинсы за 2,5 тысячи это подарок. Понимали, я сюда приехала за кремом Себиом Сенситив. Его вообще нигде сейчас нет. Я его везде ищу. Это очень классный крем. Так вот, его здесь тоже не оказалось. Это безумно грустно. Потому что у меня нет моего любимого увлажняющего крема сейчас. И меня это очень расстраивает. Там даже не оказалось моего спонжа, кисточек, который я хотела. Ничего не оказалось. Сейчас я иду на пару. Потому что куда еще ничего нет. Значит, придется в какой-то другой день ехать и, собственно, покупать крем. Хотя, сказать, заказывать. Хотя, как я и везут вижу, если его нет в наличии. Но, как бы, по сути, в этом нет ничего страшного. Почему? Потому что вот что я сегодня не потратила деньги. Просто я хотела еще посмотреть подводку, но уже как-то времени нет. Я купила раф от Ханны. Он на миндальном молоке. Там как-то вообще мало калорий. Вот. Что-то без сахара почти. Но вкусненько. Я уже на покрытии сходила. Одну пару. Сейчас я буду на вторую полулекцию. Сейчас будет семинар. Очень нравится. Много. Продолжение следует. Вообще, мы посидели на все пару. Уже приехали. И сейчас мы пойдем кушать в Дональдс, потому что мы очень проголодались. А мы недавно в городе вирусе не могли ничего есть. И сейчас я прям в предвкушении. Это будет мясо маком. Чей вкусной точкой. Какая-то, что вы понимали, просто какой-то шокер. Я нашла сейчас в Дикси. Там, получается, не оболон, голод и сахар. Мид, литва, тенгу. Ростало 150 рублей. И так я зашла в вкус. Я просто возьму кубличу какую-нибудь. Потому что, извиняюсь, мне хочется дикогазировку. Думаю, возьму вот эту. Или вот эту. У меня такой вкус клюкве. Я ее очень люблю. Она супер вкусная. И еще забрала сезонную сыворотку. Буду пробовать. Она типа с кислотами. И поэтому вечером... Она пришла в 9 вечера. С ней в 8. Сейчас только 8.30. Я думала, идти или нет. Но решила следить. Потому что вот эмоции позитивные, которые мне даст нанесение сыворотки вечером, больше, чем страх пойти по темному одессору. Всем приветик. В общем, сейчас... Сейчас идет дождь, но я просто без уюта пойду иду за кофе. Потому что если я захочу позже, то у меня ничего не осталось. Ни дождь, ни снег, ни гроза. Все, я хотела написать разговорное видео, но что-то, мне кажется, мой типикон скоро сильно намокнет. Я сейчас нахожусь в общежитии. Только проснулась. Сейчас вот буду делать себе кофе. Я пью в этих дрип-пакетах кофе, потому что мы летом ездили во Владивосток. И там можно на всяких местных магазинах, но еще на всяких продуктовых рынках, купить этот кофе. Я его брела тоже в блэнди засылает, а сейчас, кстати, даже покажу. К чему это я? Я снимала первые две недели учебы через день, а за каждый день получались моменты, кусочки, короткие. И, наверное, это не совсем так, что, видимо, нужны еще кипятка. Не совсем тот формат, который я хочу для своих влогов. Не то, что я хочу с собой какие-то влоги, просто я все-таки хочу как-то показывать себя, свою личность. И не просто говорить «привет, я иду на пару», а рассказывать какие-то свои эмоции, делиться им обязательно. Наш холодильничек. Вот. Привезли всякие магнетики. Я, конечно же, отсюда привезла, ну, здесь очень банально. Я привезла «С днём рождения Сифора» и «Дубай» я привезла. Мы ездили в это, так, наш холодильник, собственно, просто все любят это безмактозное молоко. Это, кстати, вот это тоже абсолютно кофе, но просто остальное пострянуло, видимо, чтобы человек не забылся. Вот, я беру его. Вообще, хочется, конечно, делить мыслями, но сказать, что я сейчас делаю, тоже, наверное, не нужно. Вот, сейчас я пью кофе. Почему я пью кофе? Кстати, кстати, я не могу без кофе. То есть, серьёзно, если я не сделаю там три глотка хотя бы кофе с утра, то у меня просто настроение будет на таком уровне, я буду злая, нервная, я буду на всех ругаться и просто хоть какой-то кофе, да, неважно. Я могу выпить мой любимый, кстати, кофе, московский кофе на боях, растворимый, он просто, шкарный, у соседки такой, нет, сейчас я покажу. А нет. Видимо, его не закончилось, я не знаю, может, я его брала, но сейчас уехала на время. Поэтому я пью кофе, собственно, а мы идём с вами сейчас обедать, сейчас 12 часов, ну, вот, я, понятно, не завтракала, я вот, думаю, завтрак, это, наверное, кофе. Мы идём обедать, и мы идём в Чайхану, в Одинцово, да, это статистическое общежитие, оно находится в городе Одинцово, в Московской области, то есть, это, как бы, практически Москва, то есть, вы садитесь на алиптичку, доезжаете, и вы в Москве, но технически оно не находится в Москве, вот. Ну, мы пока живём с тем, что у нас есть. В общем, я пью кофе, чтобы быть хорошим настроением, быть счастливой, и, наверное, мне кофе действительно даёт эту энергию, и у меня ещё такой принцип бывает со сладким, но бывает, что, если я вот съем сладкое, то тут панкая игра между съесть чуть-чуть и съесть немного, и начать расстраиваться или нет себя, а с кофе, в целом, я не особо расстраиваюсь, так что, вот, сейчас я иду собираться, одевать удобную свою одежду для прогулок в Одинцово, это обычно спортивный костюм, концовки, накрашиваю брови, нанесу какой-нибудь блеск, бальзам, чтобы, хоть я вхожу на улицу, нанесу увлажняющий крем, и буду пока стараться, пить кофе, слушать музыку, это тоже поднимает мне очень настроение, и вообще я хотела сделать глоток, но не пела, я поняла, насколько важно просто, несмотря на все тяжёлые и трудные времена, окружать себя такими вещами маленькими, да, то есть, пока вы собираетесь, например, почему мы это даже обсуждали иногда с детства, почему мы красимся, да, сейчас почти никто не красится, чтобы скрыть какие-то свои недостатки, то есть, каждый спокойно может любить макияж, да, но, конечно, приятно там сделать себя немного получше, подчеркнуть свои достоинства, всё такое, но, основное, вот, для меня, для многих, как оказалось, это такой, своего рода, медитативный процесс, то есть, знаете, есть вот эти, в инстаграм, бесящие блогеры, которые говорят то, что все действия — это практика, но на самом деле, возможно, это действительно, так, и краситься, собираться, транспортировать под музыку — это дает энергию, как на что больше. Сейчас мы решили помню, буквально всё отказывать, но мы, вроде бы, не называли манты, но я очень, очень хотела иметь манты, но, вот, носит ещё очень вкусный плов, ну, всё, да, это не плов, на искренческие речи хана, вот сейчас, надеюсь, все будет приготовлено. Ура, вот пришли наши, вот, ты, пираты? Да, очень. Хочешь кушать? Будет, конечно, не запшёл. Давай, кушаем. Потом видео закончится, буду кушать. Ещё немного из такой жизни, в общем, я вчера поняла, что очень хочу определённый торт во Вкуссвиле, я поставила его на любимый продукт, специально, вчера, с вечера, чтобы купить его со скидкой, вот такая вот, просто жизнь, естественно. В итоге, как оказалось, его нет в наличии, мы в Вкуссвиле около дома, поэтому я думала его заказать, но его, как оказалось, тоже нет в наличии. В итоге мы шли почти километр до определённого Вкуссвилла, и я очень надеюсь, что хотя бы здесь он будет. Вот там, вон, Вкуссвиле торт, вон, фиолетовый. В общем, ещё раз всем привет, я уже следила за тортиком, покушала его, сделала кое-какие дела по учёбе, и на самом деле как-то очень устала, потому что идти за моим десертиком, тортиком пришлось под дождём, это было мне очень приятно, забрал у меня как-то энергию, плюс я вот по учёбе по каким-то документам ещё поделала всякие необходимые дела, и просто сейчас я чувствую упадок си, поэтому, наверное, ближайшие 2 часа я буду лежать, смотреть мультики Варби. Не знаю, какой я сегодня буду смотреть, я думаю, вчера я смотрела «12 танцующих принцесс», не знаю, что посмотреть сегодня. Кстати, да, я сейчас почти каждый вечер смотрю мультики Варби, потому что в среду мы ходили с Ваней на балет на «Лебединое озеро», и у меня очень как бы ассоциируются вот эти композиции Чайковской и не с мультиком Варби «Лебединое озеро», поэтому я пришла и его посмотрела, просто меня это так успокоило, а сейчас, я не знаю, в последние дни постоянно чувствую какую-то неимоверную тревогу, и просто нужно искать то, что тебя успокаивает. Вот раньше я любила смотреть, я вчера-бочеря не думала «Яйки», и в целом мне бы осталось посмотреть один сезон, и я думаю, что вот нужно это сделать, но с другой стороны, столько вещей, которые нам реально нужно делать, знаете, вот какие-то вот пояснения с документами, это постоянное бюрократия, потом делать домашку, что-то ещё делать, ходить на бары, иногда тебе это не хочется делать, но иногда вот просто, если там какой-то кризис или участие весит, тебе это нужно сделать, да, там для кого-то ходить на работу тоже не каждый день хочется, поэтому я думаю, что в таких маленьких вещах, которые мы можем контролировать, это что мы сегодня вечером посмотрим, посмотрим ли что-то вообще, или, возможно, почитаем книгу, послушаем аудиокнику, может, просто полежим в музыку, может, вообще просто ляжем спать, да, в таких маленьких вещах нужно слушать себя, выбирать, что ты хочешь, потому что это то, что мы можем контролировать, и нужно пользоваться такой возможностью, Поэтому я буду сейчас слушать, смотреть мультик Барби Отдыхать Всех люблю, обнимаю, спасибо, что были со мной Хорошего вам дня Вечера, утра, ночи Или когда вы смотрите это видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok